Кризис Храмовой горы разрешен. Мусульмане возвращаются в мечеть Алякса, Хамас призывает продолжать протесты, а Иордания угрожает Израилю разрывом ДИП-отношений. Тему продолжит Сергей Услендер. Итак, Израиль выполнил все требования Мусульманского Совета Иерусалима и демонтировал системы безопасности, установленные при входе на Храмовую гору. Их установили 14 июля после теракта, и это вызвало волну яростных протестов со стороны мусульман. Кризис вылился в теракты и серьезные столкновения между силовиками и палестинцами с обеих сторон были погибшие и множество пострадавших. Арабы празднуют победу, их лидеры наконец-то разрешили своим последователям молиться в мечети Алякса, а Хамас даже провел по этому поводу военный парад в Газии. И призвал своих сторонников устроить завтра в пятницу в Иерусалиме очередной День Гнева. Впрочем, День Гнева случился уже сегодня. Вот прямо сейчас, в эти минуты, возле старого города идут столкновения между арабами и полицейскими. В Израиле по этому поводу царят подавленные настроения. Многие полагают, что правительство капитулировало перед террористами. Впрочем, немало и тех, кто считает, что власти с самого начала в этой ситуации повели себя весьма неразумно. Если бы весь процесс принятия решений шел бы так, как он должен идти, то, конечно, были бы проведены консультации с иорданской стороной сначала. Были бы взвешены некие обстоятельства, которые всегда являются частью того, что происходит вокруг Храмовой горы, где ситуация очень напряжена. С Иордани вышло и вовсе нехорошо. Я напомню, что в самый разгар кризиса с Храмовой горой там произошел крайне неприятный инцидент. Иорданский рабочий напал на охранника израильского посольства. Тот, защищаясь, застрелил нападавшего и по ошибке хозяина квартиры, где все произошло. Поначалу иорданские власти не выпускали израильтянина со своей территории, требуя выдать его для следствия. Но в конце концов, после долгих и сложных переговоров, согласились отпустить в обмен на демонтаж металлоискателей возле мечети Алякса. В Иерусалиме было вздохнули с облегчением. Это даже вроде как помогло выкрутиться с ситуацией с Храмовой горой. Но, как оказалось, ничего еще не закончилось. Теперь Аман требует, чтобы охранника, чтобы этого израильтянина судили в Израиле как уголовного преступника. В противном случае угрожает разорвать дипломатические отношения. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканал Интер.